Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Истории». Тема нашего сегодняшнего разговора – недельный раздел «Пикудей». И в гостях у нас сегодня Степан Лукьянов, художник, сценограф, дизайнер. Степа, привет! Привет, Урия! Очень рад тебя видеть. Давно не виделись. Взаимно, да, давно не виделись. Попробуем обсудить непростые темы нашей сегодняшней недельной главы и авторы. Я, как всегда, начну с изложения содержания недельной главы. Это, собственно, слово «Пикудей» означает подсчет, имеется в виду подсчет затрат, которые ушли на создание «Скини». рассказывается о последних завершающих работах. И Моисей устанавливает «Скинию» первого дня, первого месяца. И облако славы наполняет «Скинию». Это последняя глава книги «Исход». Вот такое ее завершение. Я даже прочитаю несколько стихов последних. «И покрыло облако шатер соборный, и слава Господня наполнила Скинию». И не мог Моисей войти в шатер соборный, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла Скинию. И когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все свои странства. А если не поднималось облако, то они не отправлялись. Получился такой механизм вроде бы рабочий. Облако там, нормально, стоим. Облако встает, пошли за ним. И так они отправлялись в свои путешествия. Это недельная глава. А в дополнение к этому читают отрывок из синодальном переводе. Это третья книга царства. Ну, смысл понятный, да? То есть там была Скиния, здесь рассказывается про храм, первый храм, храм, который построил Соломон, и освящение этого храма. Вот собрал Соломон старейшин, всех начальников, и вот они должны внести ковчег в этот самый храм. Текст такой вроде бы спокойный, но на самом деле он содержит, мне кажется, очень большое напряжение и интригу определенную. Потому что говорится следующее. И было, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. Ну, вроде так же, как и с Моисеем. А дальше, говорится, и не могли священники стоять на служении из-за облака, ибо наполнила слава Господня дом Господень. И тогда Соломон говорит, я построил тебе дом обитания, постоянное место для пребывания твоего веки. И что же? И возникает такое впечатление, что что-то не так. Вот что-то не так, что-то не идет. Мудрецы Талмуда видят вот эту проблему в самом тексте. И в трактате «Шаббат» рассказывается следующее. Когда построил Соломон храм, хотел занести ковчег в святая святых. «Захлопнулись врата. Не может внести». Произнес он 24 молитвы. Никакого ответа. Начал он, сказал, поднимите врата главы ваши и вознеситесь, двери вечные, и войдет царь славы. И тут врата устремились, чтобы его проглотить. И спросили, кто этот царь славы? То есть, неужели ты царь славы? Видимо, они так заподозрили, что он себя называет царем славы. Он говорит, нет, нет, Господь сильный и могучий, он царь славы. Поднимите врата, говорит, главы ваши, вознеситесь, двери вечные, и войдет царь славы. И не получил ответа. Ничего не получается. Ну и дальше говорится, что он, в общем, и так, и всяк 24 молитвы произнес. Но когда он сказал, что «не отвергай лица помазанника твоего, вспомни благочестие, дави дарова твоего», то есть упомянул своего отца, то тогда вроде бы все получилось. Вот это напряжение, оно указывает, на мой взгляд, на то, что, ну, все построено, все вроде бы по плану, все сделано, как, собственно, сам Господь приказал. А что-то не работает. Вот, Степ, мне хотелось бы, опираясь на твой опыт, поговорить именно вот об этой проблеме. Проблема того, что когда вроде бы все сделано, как надо. И вот наступает момент, когда это должно заработать. И не работает. Да, это очень интересная проблема. Да. Конечно, мой опыт не такой великий, как у царей израилевых. И часто мы, ну, так сказать, не говорим о такого рода опыте. И этот опыт как раз покрыт неким мраком неизвестности. Там-то и дело, вот этот текст, который мы прочитали, он вроде бы покрывает это, то есть вот эта интрига, которая там содержится, она не очень ясна. Ее от зрителей стараются скрыть. Очень как раз интересно, потому что, ну, это естественным образом не афишируется там в искусстве, в публичных каких-то событиях из этой области. Хотя в конечном итоге это становится историей, и потом эта история уже раскрывается. Да, и мы знаем какие-то вещи из истории искусства и не только. Но на самом деле эта проблема для художника очень актуальна. Просто потому, что это его жизнь. Весь этот текст, он похож очень на инструкцию по сборке, на некую методологию, изложенную постфактным. Вот сделал все перечислено. Вроде все поправил, да. Да, все. Подключили оборудование, все должно работать, а не работает. Собственно, у художника существует всегда такой же примерно план. У него сейчас художники вообще очень технологичны. Мне кажется, что твой опыт как раз здесь очень важен. Потому что ты же работаешь в каком-то смысле для того, чтобы сцену построить. Если говорить по театральному искусству, то это абсолютно такая же ситуация, когда есть эскизы, есть проект, есть техническая документация, есть введение в эксплуатацию. Все это абсолютно так же, как и в случае со скиней, потому что, собственно, если говорить про слово скини и сцена, это однокоренные слова даже. То есть, в принципе, корень этих вещей, он один. Но наполняется ли это каким-то чудесным в итоге свойством или не наполняется, вот это вопрос очень в каком-то смысле индивидуальный, потому что это, если говорить о театре или кино, это вопрос восприятия, наверное, зрителя и при этом отношения к этому создателя, это вопрос индивидуальный. Мне интересны как раз моменты, где не то, что понравилось, не понравилось, в конце концов, можно... Ну, действительно, то, что есть, есть. Но вот этот момент, да, момент, когда ты сам понимаешь, не работает. Да, да. Ну, в конечном итоге, я почему говорю упрощенно понравилось, не понравилось, потому что одно дело понравилось, не понравилось условному некому зрителю или критику, другое дело, понравилось или не понравилось мне самому. Естественно, бывают случаи, когда художник по тем или иным причинам выдает то, что ему, в общем, до конца не нравится. Такое тоже бывает. При этом все это воспринимается и в итоге становится частью культуры на ура, и при этом является неотъемлемой его частью, да. То есть это вот эти, собственно, скрытые изъяны, которые никто не видит, кроме художника, да, и они в той или иной степени влияют на его отношение к собственной работе. А эти изъяны есть всегда. Они присутствуют, и художник об этом хорошо знает, иногда их намеренно скрывает, а иногда просто понимает, что в этом есть определенное даже, как это сказать, такое, ну что ли, достоинство этой работы, что есть некая идеальная картинка, но я-то знаю, что на самом деле там заложено нечто большее, да, что могло бы быть, да, и это есть определенный какой-то секрет. Но что не воплотилось. В конечном итоге большая внутренняя работа художника часто заключается в том, чтобы он осознал и принял то, что это воплотить невозможно, и как-то к этому спокойно отнесся. Я вернусь к нашему тексту, что говорит Соломон. У Соломона можно проследить по тексту целый ряд сомнений самых разных. Может, мы что-то не так сделали. Ну, вроде была инструкция, может, что-то где-то, где-то что-то выпало. Или может, может, это вообще нельзя сделать. То есть думали, что можно, а может, нельзя сделать. Или, может, во мне что-то не так, может, я что-то не то. Вот он обращается, а Давидов вспомни, Давидов, а вот Давидов вспомни, то есть как бы автора замысла вспомнивает. Ты с ним говорил. А кто несет ответственность за все это? И вот в тексте авторы мы, мне кажется, это слышим. «И стал Соломон перед жертвенником напротив всего общества Израиля и простел руки свои к небесам. И сказал». И он обращается к Богу и говорит, ну, вроде, что не так? Он спрашивает. И дальше любопытный текст. «Но воистину, разве будет Бог жить на земле?» Это его сомнения относительно. Вообще, что-то мы зря задумали, это все ерунду. Как Бог разместится на земле? «Ведь небо и небеса не могут вместить тебя. Тем более этот дом, который я построил, не может вместить тебя. Но, говорит, обратись к молитве раба твоего, все-таки послушай меня, и к молению моему, чтобы услышать хвалу, молитву, которую раб твой». И дальше он говорит, ну, и давит вроде, и все. Наверное, это невозможно, но все-таки соблаговоли, сделай так, чтобы все, по крайней мере, выглядело, ну, вроде бы, как сделанное. Вот это очень важная цитата, которую ты привел. Я ее для себя выписал специально, когда ехал на эту съемку. Мы читаем там о неком размере, да, то есть может ли этот дом вместить тебя, да. Мне кажется, что это важная категория, размер, потому что она имеет отношение к физическому миру. И размер – это то, что определяет в конечном итоге и композицию, и музыкальный размер, и прочее, прочее, прочее. То, с чем мы орудуем, например, художник сцены, ему очень важно понимать масштаб, очень важно понимать какие-то технические вещи и перерабатывать их художественно, технические вещи, которые позволят вообще этому событию состояться, да, так или иначе. Но часто вот этот изъян, да, который, казалось бы, при испытаниях даже и при вводе в эксплуатацию, ну, вот как, например, в опере «Октавия Трепанация», художником которой я был, там большая голова Ленина, и испытания много раз проводились на вот это открывание-закрывание его головы, да, его лба, его кукла. Там оттуда должны были выходить, да, эти самые мысли Ленин. Они там, собственно, они оттуда и вышли, как из такого ящика Пандоры, и там целая сцена в голове устроена. Так вот, в какой-то очень важный кульминационный, премьерный момент голова не закрылась, да. И, на самом деле, в каком-то смысле это получилось очень красиво, хотя и волнительно, потому что ее пришлось как бы дозакрыть вручную. Поднадавить. Поднадавить. Но всегда художники вообще, ну, по крайней мере, я всегда немножко мистически настроен. И, конечно, это воспринимается как, ну, отдельное событие или даже знак, да, который пришел извне, в твой план. Мы потом разобрались, в чем там дело. Естественно, это касалось и размера в частности, да, там что-то было уже, чем нужно на этом винте, который, собственно, приводит в движение этот лоб. Но так или иначе, если бы даже, предположим, лоб не закрылся, то возник бы просто какой-то немножко другой смысл, да. Возник бы другой финал. То есть вот эти вещи, к которым я раньше относился очень тяжело и переживал, ну, буквально физически, да, сейчас я понимаю, что это как раз те случайности, которые второе имя Бога... Ну, да, ну, возможно, я не знаю, как ты в своем творчестве подходишь к этому, но мне кажется, что почти любой художник в каком-то смысле хочет, ну, как-то, помимо того, что нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, чтобы нечто божественное засветилось в его работе. То есть, по сути дела, почти как Соломон, да, чтобы вместить вот это божественно. А оно не вмещается. Оно же никогда не вмещается. В каком-то смысле? Конечно, но тут ведь в чем дело? Ну, художник, ну, особенно, например, это свойственно архитекторам, у них есть вот это демиургическое, как бы, определенный пафос их жизни. Художникам, возможно, это меньше свойственно, но не знаю, как там у Микеланджело, наверное, у него что-то подобное было, потому что его размах, он воистину такой демиургический, да, размах его, как бы, деятельности. То есть, ты имеешь в виду мотив конкуренции с Творцом? Она тут очевидна, да, то есть сделать то, чего доселе не было, и вместить то, что, вместить вот эту фигуру, вот в этот огромный камень, да, и из него выжить, из этого, причем камня с изъяном, да, ведь это известно, что камень, из которого сделан Давид, был с изъяном, из-за него никто не брался, да, и в итоге он, он его, он его обработал, эту породу, а при том, что, кстати, сохранился ряд работ Микеланджело, которые как бы в грубой обработке, что вот тоже интересно и показательно для него, но при этом он создатель площадей и пространств, и куполов, и храмов, да, что тоже очень важно. Ну, то есть, вот этот пафос конкуренции, как ты говоришь, с Господом, он, конечно, существует, ну, или, по крайней мере, сопоставление себя с... Ну, это зависит, наверное, от типа художника, да, то есть, есть художник, который конкурирует, есть художник, который, наоборот, пытается вместить и в каком смысле настроен на диалог, скажем так, с высшим миром, что-то это вроде бы. Есть художники, к которым скорее, ну, я себя больше отношу, я стараюсь просто относиться к своей работе, понимая задачу, я стараюсь гармонично ее решить, да, исходя из тех или иных условий, которые необходимо выполнить, и они всегда есть, если даже это и не заказ, а какая-то работа творческая, все равно есть определенные задачи, без каких-то задач что-либо делать, на мой взгляд, бессмысленно, по крайней мере, тогда самому себе их ставить. Это вот гармон... Ну, это тоже понятие какое-то очень слишком общее, гармоничное решение вопросов, но... но... ведь тут тоже речь идет о размере, да, в конце концов, что такое гармония? Это баланс, или это какой-то дисбаланс? Мы тут орудуем физическими понятиями, да, мы все равно... Или, как ты говоришь, слишком узко, слишком широко не подходит, зазор не работает. Мы тут примеряем духовное как бы какими-то размерами, да, мы... точнее, мы иллюстрируем в своем языке нечто, что мы не можем описать физическими словами и категориями. Вот. Поэтому мне кажется, что слишком нескромно стремиться к тому, чтобы, ну, так сказать, сопоставлять себя с Всевышним, конечно же, но надо о нем всегда помнить, и тогда твоя работа наполнится жизнью. Ну, или вот в этот момент меня интересует как раз, ну, наша тема у нас такая, вот этот момент, момент, когда все готово и вдруг что-то не то, что-то не так. Ну, вот ты рассказал про этот замечательный эпизод с Октавией. Есть у тебя еще какие-то подобные в твоем опыте переживания? В моем опыте переживаний много, ведь это же не очевидные вещи все, да, я говорю о том, что никто никогда не увидит, кроме тебя. Приводить эти примеры очень сложно, потому что их сложно проиллюстрировать, да, просто я понимаю какие-то вещи, которые могли бы случиться, но не случились. Вот это несвершившееся, оно очень интересно, естественно, это превращает твою художественную жизнь в опыт, когда ты стремишься к совершенствованию, которое достичь как бы, в общем, невозможно, как мы понимаем, да? Может, тогда просто приведем какие-то примеры несостоявшегося или незавершенных произведений? Очень правильно, ты подвел собственно, то, что не сделано, да, то есть то, что в принципе состоялось как замысел, но не произошло по тем или иным причинам. Например, у нас с Борисом Юханановым был проект полноценной оперы пятичастной, полноценной, ну, в том смысле, что эта опера должна была иметь сценический облик в виде сценографии «Нонсенсорики Дримс». И там очень похожая тема даже в сценографии была на то, о чем мы говорим, потому что по сути я предлагал построить нечто соединяющее в себе и храм, и город, да, то есть город, храм, как бы все в одном, то есть такая конструкция, которая воплощает в себе и внутреннее, и внешнее, что в него можно войти, но при этом можно существовать на нем, в нем, в нем, в городе, но при этом... Ну, в каком смысле Иерусалим, Иерусалим это именно такого рода структура. Идея, естественно, вышла из текстов Бориса, и для него эта тема очень важна, да, то есть небесный Иерусалим, храм, дворец, там это было связано с некоторыми автобиографическими вещами Бориса, а он жил в районе метро университета, и мне показалось очень важным использовать здесь образ Московского университета, но это не случилось по тем или иным причинам, да, в принципе, довольно банальным, но случилось совершенно в другом виде в виде, например, работы с искусственным интеллектом, который вошел в нашу жизнь, и который как раз тоже вот эта тема искусственного интеллекта в связи с несовершенностью работы художника, казалось бы, да, обратиться к искусственному интеллекту, когда ты, например, что-то не можешь придумать или разработать, или у тебя мало времени. или просто технически даже, у тебя нет технических средств, сейчас под рукой он сделает. Тут задач таких не было, тут была история связана с тем, что просто тема, которая появилась, доступный инструмент, который уже появился, да, в недавнем времени, мы решили использовать, и получилось что-то совсем другое, то есть это просто совершенно другая история. А сохранились какие-то эскизы вот того спектакля, который планировался? Конечно, конечно, они есть, и мы... Если мы их сопоставим с тем, что сделал искусственный интеллект, что мы увидим? Просто категорическую разницу? Мы увидим разницу, мы увидим разницу, как сказать, разницу в том, о чем говорю я в связи с архитектурой, мы, может быть, даже и не увидим, потому что, собственно, вот эта идея гипертрофированной Москвы-Иерусалима, там, город-храм, и так далее, город-храм, да, она там проявлена и показана искусственным интеллектом просто совершенно в другом качестве ну, как бы делания, да, сделанности в том смысле, что вот просто искусственный интеллект это сделал так, как он сделал. А ты передавал ему свои эскизы, или как эта работа происходила? Нет, мы действовали коллективно, мы работали по сути вчетвером, Борис Юхананов, автор текста, был Андрей Безукладников, фотограф и, так сказать, оператор искусственного интеллекта, и был я как художник, который помогал формулировать, собственно, задачи для искусственного интеллекта, Андрей Безукладников тут не случайно, потому что, так как я повторю, речь шла о автобиографическом проекте, по сути, мотивах Бориса Юхананова, да, Андрей Безукладников, он автор большого количества фото, архива, такой подпольной, андеграундной жизни Москвы конца 80-х, 90-х, и поэтому он был с автором... Своеобразный фотобиограф, да? Да, и на основе, опять же, такого рода фотографий мы, в частности, тоже ставили задачу для ИИ, как мы его называли, Иван Иванович, да, мы уже с ним как бы были... На ты. На ты. Что получилось в итоге? Что сегодня вот имеется? На данный момент имеется фильм-опера в картинках из архива фотографа Андрея Безукладникова и кадров искусственного интеллекта, который мы, собственно, превратили вот в такой фильм-опера, который всегда идет... Ну, предполагается, что это совместно, ну, как бы, это же с живым исполнением соединяется и существует неразделие. Но, естественно, это можно посмотреть и без живого. А с живым исполнением это происходило? Это происходило, это было на премьере. А, да, да. А, то есть есть... Конечно. Это все существует. Это все существует. И, надо сказать, это будет еще и играться. То есть это не то, что одноразовая история. Предполагается, что в электротеатре это станет неотъемлемой частью репертуара. Я надеюсь. То есть замысел претерпел, можно сказать, драматические изменения? Весьма. Иван Иванович теперь нам, конечно, в помощь... Как вы теперь будете без Ивана Ивановича? Да. Ну, отдельная, конечно, тема с искусственным интеллектом, потому что, конечно, надо с ним работать, иначе могут быть необратимые последствия. Надо с ним взаимодействовать. Может быть, как-то это тоже связано с нашей основной темой, потому что это весьма актуально. Я только подступаюсь. У нас теперь, смотри, возникает ситуация такая, что если я вот все эти вопросы, я виноват, кто виноват, что не получилось, то не получилось. К Ивану Ивановичу. Да, да, да. Очень хорошо. Конечно. А главное, это очень... Главное, это правда. Ну, раньше у Соломона была, как бы, он молитвой, да, обращается с молитвой, а сейчас просто к Ивану Ивановичу, как бы, в таком смысле решения. Есть решение вопроса, он и психотерапевт, он и помощник, он и архитектор, и музыкант, и все, что хочешь. Художник. Да, да. Все, что хочешь. Степа, еще, может, есть какие-то примеры характерные? на самом деле, очень текст, конечно, мощный, образно, да, то есть, конечно, я сразу живу себе представил эту, представляешь себе эту скинию, да, и вспоминаются какие-то примеры, причем самые, казалось бы, неожиданные, ведь все описание этих тканей, этих токелажных систем, палатки, да, и каких-то деталей мне напомнили, по сути, корабельное устройство, и, кстати, сцена тоже. Ну, и сам храм, он очень похож на корабль. Сцена как таковая, вообще, часто у нее очень много аналогий, и палуба, планшеты, и весь токелаж, и штанкеты, это, естественно, паруса, и мне пришел в голову пример флагманского шведского корабля 17 века, ВАЗа, да, который, собственно, из-за того, что имел, как потом выяснилось, неточные размеры, вышел в свое первое плавание и тут же затонул. Да, это очень, ну, такой простой пример, но очень интересный. Этот пример мог бы стать какой-то легендой, а мы об этом знаем очень хорошо и достоверно, потому что мы имеем этот корабль. Ну, то есть, вот эта грандиозная ошибка, которая, собственно говоря, перечеркнула весь проект. Да, но мне кажется, что важно, что для конструкторов и для тех, кто отправился в это плавание, этот изъян был неизвестен, и они не могли догадаться о нем, иначе, если бы они догадались, они бы на нем, просто на этом корабле, бы не поплыли. Понятно, но вот этот пример, который ты привел, он очень хороший пример, да, потому что он вроде бы фатальный, а на самом деле в нем есть что-то, что дает возможность, ну, вот сохранить корабль, да, и без этого мы бы его не имели. Мне вспомнилась история, на мой взгляд, тоже очень показательная, про нашего великого художника Репина, который, ну, из-за того, что произошло нападение на картину «Иван Грозный и сыновой Ивана», или как она там точно называется, ну, собственно, было испорчено лицо Грозного, и про то, как уже после начала реставрации Грабарем Репин проник к картине в Третьяковской галерее и переписал, собственно, это лицо, и когда Грабарь пришел и увидел то, как это сделано, он пришел в ужас и, слава богу, успел смыть керосином собственно, то, что написал Репин, да, тут как раз речь идет о художнике, причем максимальном таком проявлении художника, как Репин, да, уж не знаю, там, были у него демиургические какие-то настроения или нет, но то, что он не мог остановиться и воспринял некую как бы испорченность лица царя Грозного, как сигнал к тому, что надо продолжить, да, нужно восполнить утрату и сделать, по сути, все заново, да, вот этот очень важный момент, ему вообще было свойственно дописывать свои работы, причем в худшую сторону, об этом тот же Грабарь и написал, о том, что чаще всего это было неправильно с его стороны. Здесь очень странная, конечно, история, есть и автор, который хочет изменить свое творение, есть кто-то, кто говорит ему нет-нет-нет в виде Грабаря или еще какой-то институции. Интересно то, что на самом деле деятельность Репина, она очень напоминает то, что пишет Медраж о Боге. Медраж пишет о Боге, что Бог творил, миры и немедленно их разрушал, и заново творил, потому что ему не нравилось все время, это же получается. Вот-вот. Возможно, что все хуже и хуже, вот мы и оказались в таком мире. Это, между прочим, очень распространено у художников. Я просто знаю из примера из семьи. У меня бабушка бывала потом, через многие годы, пыталась дописать какие-то картины, которые ей почему-то не понравились, уже будучи в свои же картины, будучи уже в пожилом возрасте. Но это даже, это вообще этот момент среди художников известен. Ну, среди поэтов тоже. Да, но среди поэтов, может быть, редакции остаются, а тут это все переписывается просто полностью, то есть закрывается другим слоем. Понятно. Но вот этот случай, он любопытный. И что, Грабарь в итоге стер то, что сделал Репин? Он стер все то, что Репин написал, они восстановили, просто отреставрировали, как это делается и поныне, да, качественно отреставрировали лицо, и Репин потом даже не обращал внимания на то, что это все-таки лицо не им заново написанное, а восстановленное Грабарем. То есть эта история как бы закончилась тем, что Репин тоже был доволен. Это смешно, конечно. То есть он считал, что это он исправил. По крайней мере, так пишет Грабарь. Но вот эта вот тема такая мучительная, остановиться вовремя, да, вот это вот важный момент. Часто бывает, тебя терзают какие-то большие сомнения по поводу того, что ты делаешь, но есть определенный предел, который ты тоже чувствуешь. И вот эта остановка, она очень вообще для творчества очень важна. Ведь когда ты останавливаешься, ты понимаешь, что все, что ты сделал со всеми проблемами и изъянами, остается. Но ты за это уже отвечаешь, и ты говоришь о том, что это произведение или, по крайней мере, тот продукт или что-то, что ты предлагаешь от своего имени и отвечаешь за него. А, ну в кино и в театре это как бы коллективное все-таки творчество, да, то есть там есть кто-то, кто говорит, вот так сделай, а кто-то говорит, ты как-то понял, правильно понял, неправильно понял, вот это правильное сомнение в том, да, 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 сомнение в том, что ты правильно понял указание, но в библейском тексте по этому поводу есть целый ряд эпизодов. Моисей, Бог говорит, Моисею ударь по скале, он ударяет. Бог говорит, а вы с Аароном не осветили мое имя. Как не осветили? Ты же сказал ударить, мы ударили, все вроде нормально, извлекли в воду. Нет, из-за этого там наказание и прочее. Или пророк Валаам, Белам. Он говорит Богу, советуется с Богом идти мне с этими людьми или нет? Там царь Балах зовет проклясть Израиль. Он говорит, нет, не иди. Он говорит, я не пойду. Второй раз приходит. Он снова спрашивает у Бога, ну что, пойти? Он говорит, да, иди, хорошо, ладно, иди, только будешь говорить то, что я тебе скажу. Он идет, Бог гневается. Там история с Валаамовой ослицей и все такое, Бог ему, значит, его каким-то образом наказывает. Или вот в следующей недельной главе будем читать про царя Саула, Шауля. Ему, значит, пророк Шмуэль приказывает, иди уничтожь Амалека. Он идет, уничтожает, ну, правда, там берет что-то такое. Шауль говорит, ты не так сделал? Что не так сделал? Я же почти все уничтожил. Почти. Почти. Но не все. Вот. То есть, вот этот вот момент, да, момент того, что я правильно понял то, что от меня требуется, он все время проблематизируется в Писании, да, то есть человек иногда, или, может быть, всегда, или часто неправильно понимает божественные указания. Да. Он и часто неправильно понимает и какие-то другие, даже небожественные указания. Даже небожественные указания. Да. То есть, это регулярно так происходит, и даже как бы свои какие-то указания, да. Свои собственные замыслы, да. Да, не очень люблю слово интуиция, но какое-то доверие к себе часто приносится в жертву, ну, просто в силу каких-то, не знаю, иерархических оснований или родственных, да, ты как бы и твой, ну, принимаешь твой как бы замысел, который ты еще даже толком-то и не раскусил, и не довел, он у тебя рассыпается. И тут важно, конечно, вот когда мудрые люди советуют прислушиваться к себе, важно к себе прислушиваться, это точно, это уже как бы установленный факт. Важно прислушиваться и поднимать себя еще, да, то есть тут же важна вот эта интеракция с самим собой, она такая же, видимо, проблемная, как и со всем остальным. Я знаю, что ты работал над спектаклем «Щелкунчик», расскажи нам в заключении нашего разговора о нем. Я сейчас попробую найти вот этот вот кусочек, но воистину, воистину, разве будет Бог жить на земле? Ведь небо и небеса небес не могут вместить тебя, тем менее, этот дом, который я построил, вот эти небеса, количество звезд, которые невозможно посчитать, пространство, которое невозможно на самом деле измерить, потому что на самом деле мы же живем в некой бесконечности, если мы, предположим, улетим в космос, мы будем, если не сгорим, то лететь бесконечно, То есть это бесконечное пространство, которое невозможно осознать. И, собственно, почему я говорю в связи с этим, об этом в связи с Щелкунчиком? Ведь это спектакль, балет хореографа Макса Петрова, который сейчас возглавляет «Урал балет» в Ташкенте по заказу Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Большом театре имени Алишера Наваи. И стало понятно, что ведь надо же придумать нового Щелкунчика, а не сделать какого-то старого, хотя они просили как бы классического Щелкунчика. И вот тут в связи с этим отрывком о небесах я понял, что, собственно, что такое Новый год. Ведь это же новогодний спектакль. Новый год – это космическое явление, это начало нового витка Земли вокруг Солнца. И понятно, что тут мне стало абсолютно очевидно, что вот эти традиции астрономии, геометрии, поэзии, и вот этих как раз размеров, попытки измерить Вселенную, измерить Всевышнего, да, понять его, постичь. Это, собственно, и есть тема для Щелкунчика. Поэтому, собственно, отправной точкой для меня была сетка орнаментов, орнаментная сетка базовая, которую я начертил на основе традиционных орнаментов и пытался по этой сетке… Традиционных узбекских. Вообще центрально азиатских. То есть ты решил перенести все-таки Щелкунчика в другое культурное пространство? Не совсем так. Я подумал, что было бы правильно не отделять Щелкунчика от остального культурного пространства, а просто чтобы он всегда в нем жил. Да, и дело в том, что эта сетка, это и есть вот эта вот матрица некая, да, космическая, на которой, собственно, все пространство и держится, да. То есть это и есть попытка сосчитать то количество звезд, которое существует, да, попытка осознания объема Всевышнего, приближения к нему, какой-то, как бы, как, знаете, как, знаешь, как отпечаток пальца, по которому… Можно восстановить целиком человека, да. И вот это, мне кажется, как раз подводит нас тоже к разговору нашему основному о том, что вот эта вот попытка осознать то, что невозможно осознать через размер или через качество какое-то, да, то есть, например, ну, Господь должен быть красивым, да, скорее всего. Неизвестно, но человек пытается приблизиться к нему через красоту, через гармонию, через размер, через мелодию, которая тоже есть размер, через линию. Вот это, мне кажется, очень важно, и тут, казалось бы, какие-то простейшие вещи, как линии, сетки, да, которые я, естественно, не разбирал, как некое декоративное искусство, но относился к этому как к базовой сетке и пытался сам найти этот орнамент. Очень интересный опыт, поэтому получилось это, как бы, казалось бы, банального щелкунчика, который уже, ну, оскомину, конечно, набил, да, хотя музыка великая, конечно, повернуть как-то по-другому. Мне показалось, что это удалось. Ну, хорошо, Степ, мы, по-моему, ну, затронули, по крайней мере, вот эту действительно тонкую тему, оттолкнувшись вот от этого эпизода драмы, когда Соломон не может внести ковчег в храм, который он, вроде, построил. Мне кажется, это очень интересный разговор. Да, спасибо. Будем прощаться с нашими зрителями. Спасибо, Ури. Счастливо, пока. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на канал «Идеи без границ». Там очень много интересного. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Они помогут нам при составлении следующих программ. «Идеи без границ» «Идеи без границ»